Продолжение следует... О, наши братья, ведь они имамы, имамы, Ахмад, шейху ль-исламы ибн Таймия, ибн Каим, ибн Бас, ибн Усаймин, аль-Альбани, вот они, я точно знаю от них, каждый из них говорит, мы не говорим ни слова. В отношении какого-то аята или хадиса, кроме как, до нас уже это говорилось. Клянусь Аллахом, ибн Усаймин говорит, во время шарха, разъяснения определенного вопроса, говорит, запомните от меня. Если это высказывание не произносил никто, то оно отвергается. Во время разъяснения хадиса, Клянусь Аллахом, говорил, если эти слова, мнения никто не произносил до меня, отбросьте его. Некоторые люди говорят, для меня такой-то является кафиром. Даже для себя. Что это для себя? Я думаю, то, что он имеет в виду, что клянется собой. Клятву не Аллахом. Возможно, я не знаю. Обязательно придерживаться серединности. Не переходить границы, чтобы ты раздавал фетру. И у нас сейчас есть много в наши дни тех, кто говорит об аятах и хадисах без знаний и трактует аяты и хадисы относительно происходящих событий. Говорит, без проблем. Один из братьев отправил мне, хвала Аллаху, у нас прошел дождь, маршаллах, у нас весна, а один отправил мне письмо, все, говорит, конец. Не настанет судный день, пока на Аравийский полуостров не вернутся пастбища и реки. А чего он хочет? Он хочет обвинить в неверии правителя. Я сказал ему, «О, брат мой, если это является признаком судного дня, что тогда тебе необходимо делать, чтобы ты обратился к Аллаху и приводишь хадисы, высказывания, которые привел пророк Саламу Алисаламу?» Правильно? Да. И нет тебе никакого дела до правителей или кого-то другого. Свершается судный день. Что ты делаешь? Свершается судный день, а ты рыскаешь что там с правителем? Это непонятно? Проблемно? Этот вопрос — очень важный вопрос. Каждый понимает согласно своему мнению. Нет. Понимать нужно путем праведных предшественников. Куран, Сунна в понимании праведных предшественников. Если ты обнаружил ученого, который дает тебе Куран, Сунну в понимании праведных предшественников, то бери от него. Четыре имама у братья. Невозможно возвышаться над ними, над четырьмя имамами. Откуда они брали знания? Из Курана и Сунны. Вот они. Что о них было сказано? Что они являются имамами Ахли Сунна в Аль-Джама. И у нас бывает либо чрезмерность, либо недостаточность. Либо ругает имама Абу Ханифу, да помилует его Всевышний Аллах, например, или говорит «Оказался правым имама Абу Ханифа и был неправ пророк, саллаху али-васаляму». Нету срединности. Следовательно, обязательно, чтобы ты не брал уроков или фет, кроме как от того, кто является доверенным в своей религии и знаниях и у наивысшего из них степенью. Однако приходит один и говорит «Чтоб я раздавал ему фет, это сумасшедшее». «Я расскажу, нет проблем». «Эй, мужчина, о толковании снов». Мы как-то говорили раньше. Один звонит мне и говорит «У меня был такой сон». Я говорю «Клянусь Аллахом, брат мой, если кто-то бодрствует и спрашивает мне о чем-то, то я не раздаю фет, а как же, если человек спит? Нет же никакого моего отношения к этому». И начался сон, «И мы видели то-то и то-то». Это проблема. Шайтан разыгрывает и играется с ними. Братья мои, это важный вопрос и шесть основ. Автор, да помилуй тебе Аллах, пожелал обратить твое внимание на эти шесть основ? Проблема в том, все проблемы от того, что большинство людей считают, как говорил шейх Альбани, да помилуй тебе Аллах, какой возомнил о себе, «Крепись, о земля, над тобой никого нет важнее меня». Клянусь Аллахом, он возомнил о себе, что он имам, ученый, лев минбаров, красноречивый оратор, исследователь, ученый, освободитель, духовный наставник. Клянусь Аллахом, такого ведь не делали имамы вообще в своей основе. Человеку же каждый раз, когда он что-то узнает, необходимо проявлять больше скромности. Правильно, ты можешь сказать, вот ты сейчас лидируешь, ты в центре внимания. Ну а что делать? Хорошо, принужден. Однако, должны ли мы осмеливаться? Мы передаем лишь то знание, которому обучились. Однако, чтобы мне раздавать фатвы об убийствах людей, о выходе против правителя, о такфире, обвинении в неверии. Да, а некоторые вообще обвиняют в неверии всех целиком. Говорят, все кувейцы такие, например. Жители Саудской Аравии такие, я не знаю, один говорит, я не знаю на всей земле верующего, кроме меня и такого-то. И через какой-то момент считают неверующим и самого себя. Братья наши, не прибедняйтесь в отношении самих себя. Тебе нужно быть, о брат, кто такой верующий? Он тот, кто направляется к Аллаху между страхом и надеждой. Вот шейх Ислам Ибн Таймия, братья. В концовке книги Акида Ва Сатия он был шейху Ислам, на него указывали пальцем, то есть восхищались. Он составил книгу Акида Ва Сатия. В конце книги он сказал, мы просим Аллаха, чтобы мы были из них. А ты к кому относишься? Он не сказал, я салафит, я имам-предводитель, я шейху Ислам, я безгрешный. Нет, так не сказал. Прибегнул за помощью к силе и мощи Аллаха. И обязательно вы должны быть на этом, находиться между страхом и надеждой. Прошу Всевышнего Аллаха, великого на возвышен успеха и праведности для меня и для вас. Прошу Аллаха прощения грехов для меня и для вас. И Аллах, лучше знающий мир и благословение нашему пророку и его семье и сподвижникам. Обязательно нужно произнести речь. Давай, пять минут. Субтитры сделал DimaTorzok